Это вот оттуда идет, что мы, к сожалению, не смогли каких-то людей его осознать. Даже Букиханову нормальных нету там памятников, то есть многие даже не знают, кто он такой. То, что ты рассказывал про TikTok, про него сделали тоже. Неудачная фотография, конечно, то, что ее выбрали, предсмертная фотография в застенках в тюрьме. Как считаешь, вся вот эта реакция, я просто смотрел вот этого ютубера казахстанского, и он там зачитывал коммент от одного из пользователей, где он там, ну, открыто там призывал, скажем так, на себя, как бы, ну, ладно, окей, написал, я как бы не реагирую, но мне вот, просто реакция народа, да, то, что... Я, конечно, понимаю то, что это было вообще нато-проприот, как это будет, блин, не к месту, это было очень некрасиво, да, такая личность, как бы, много чего сделал для казахского народа, и фотография такая, да, как бы, и... Ну, ты как считаешь вообще, такие вот вещи, да, они имеют право на, как бы, на существование, пускай люди делают, и реакция народа вообще, как бы, ну, я, как бы, я бы не особо так остро на это реагировать, от этого, как бы, все уважение, которое мы имеем к Ахмеду Батерсуну, оно не улетучится, да, он как был легендарной личностью, так и останется, да, но... Ну, ты вообще как сам читаешь, как бы, и... Ну, как искоренить вот это вот невяжество среди вот молодых? Ну, это можно сравнить, кстати, с интересным кейсом, это было несколько лет назад, когда одно рекламное агентство сделало плакат «Курмангазы и Пушкин», потому что в Аматы был клуб, где пресечение «Курмангазы и Пушкина», и они сделали... А, где целовались, да, вот «Курмангазы»? Да, как Брежнев с... С немецким вот этим... С немецким, да, этим канцлером. И было очень много шума, что... Я помню, я помню. Ну, мне кажется, опять-таки, это вопрос, это не... «Курмангазы» от этого ни жарко, ни холодно, его наследие оно есть, да, как бы, и вместо того, чтобы... Это просто желание примазаться, может быть, чему-то великому, да, как-то вот... Мне кажется, просто... Нам нужно достичь такого уровня, когда сатира, да, там, или пародия, да, то есть мы настолько уже... У нас настолько такая жесткая, грубо говоря, по-английски есть понятие «textcan», да, настолько у нас такая жесткая кожа, то есть настолько у нас сильная самоуверенность в себе, что нас с таким не будет колышать. То есть мы не будем от этого, там, успокоиться, что кто-то там нарисовал, там, карикатурует, там, еще что-нибудь, или, там, анимировал, там, может быть, этого... Это, если это, на самом деле, ужасно, это просто... Им должно быть стыдно от этого, да, они и большинству людей от того, что кто-то там нарисовал кого-то, там... Поэтому, не знаю, я считаю, что это... Это такие болезни роста, да, когда ты, грубо говоря, когда ты подросток, когда кто-то тебя оскорбит, ты идешь кулаками, да, часто, там, тебя прям задевают, ты прямо там спать не можешь, там, а когда ты уже взрослый, и ты такой, ну и ладно, там... Да, да, да. Бог, да, или что-нибудь... Да, да, да. То есть ты настолько уже уверен в себе, и тебя это просто не беспокоит. Ты знаешь, кто ты такой, откуда ты идешь, и, мне кажется, мы к этому придем, и это нормально, что такие разговоры происходят, и... Мне кажется, знаешь, это сейчас вот такая вот ситуация, это очень хороший шанс для людей, которые как бы в образовательной сфере тусуются, или же люди, которые, ну, ищут, да, какой бы контент сделать, вот начать вот и... Начать заниматься просветительской деятельностью, да, как бы ревайвл, да, такой сделать, как бы оживить обратно вот Ахмеда Байтрусына Абая, вот про них начать рассказать, какое они, как бы, влияние, да, оказали, их инфлюенс какой, не только в рамках школьного, да, а именно вот начинать вот такие инстаграм-странички, там, или в фейсбук какие-то группы, или на ютюб, да, вести. Мне кажется, это вот... Знаешь, вот... Я не знаю, это... Поправь меня, если я вот ошибаюсь, но мне кажется то, что... Я просто видел некоторых иностранцев, которые говорили то, что после просмотра фильма «Бурат», они так начали интересоваться вообще Казахстаном и открыли для себя Казахстан, какой он есть на самом деле, да, и это все, как бы, благодаря тому негативу, да, как бы, который посыпался на Казахстан из-за фильма «Бурат», но в этом, как бы, и была вот эта вот, да, зернышко позитива, да, то, что люди, как бы, которые раньше вообще не обращали внимания, начали, как бы, больше интересоваться, может быть, смотришь? Если позитив я назову, я тогда учился в Бакалавряте, я учился в Штатах, и 21 год, когда появился Бурат, и до Бурата, и сразу оно было через год после войны в Ираке, через пять лет после атак, один сентября, и у людей было какое-то такое напряжение ко всему, что заканчивалось на станах. После Бурата люди хихикали, или просто улыбались, и был какой-то реально шаг из этого хихиканья, улыбки, как-то уже их образовать, сказать, да, ну, этот фильм не был снят в Казахстане, он был снят в Румынии, в то время как до этого, просто когда у людей такая напряженная реакция, тяжело пробиться вообще, потому что уже к тебе какие-то отношения есть. Но у нас недавно с подругой был на тему разговор, я увидел пресс-релиз некоммерческой организации, которая занимается летним лагерем для детей из Казахстана, которые были удочерены и усыновлены в США, то есть наши дети из Казахстана, и эти дети в школе над ними издевались, их школьники, что вот, ты там проститутка, там вот, ты типа там пьешь там мочу, понимаешь, у этих детей, у них была травма, что они сами просто устроены ничего не знают, потому что они выросли в США. И первое, что выходит такой большой фильм, и вот их прямо вот высмеивают в школе. И знаешь, когда это прочитал, не знаю, у меня было такое негативное отношение по дому, блин, это все вот эти позитивные вещи, они не стоят вот этих травм детских. Потому что дети, ну, казахское происхождение, а в США, в других странах, да, за рубежом, они удерживаются таким вот буллингом, да. И потом, спустя, кстати, пять лет после этого, я с этой организацией баллотерил. Организация называется «Казахаул». И я, кстати, в одном году им сделал такую игру, где использовал, кстати, Абая, Алиханова, Киханова, Бавитусынова в таком мультяшном стиле. И я помню, мой дедушка увидел эти иллюстрации и сказал, что они все такие улыбаются как-то не по-казахски как-то. Ну, блин, ну, это же для детей сделано, это же не для взрослых, да, как бы. То, что ты до этого сказал, что вот, как бы, просвещение через вот, сделать все это так более усваиваемым для детей такого поколения. Мне интересно, что на самом деле, мне кажется, никогда невозможно то, что пойдет молодежи, никогда может не пойти взрослым, да. Да, да, да. Ну, другое отношение ко всему, поэтому всех, всех, все счастливы никогда не будут. Субтитры сделал DimaTorzok